Число смотрящих телевизор россиян за последние 7 лет сократилось вдвое. В ЦИОМ провел такой опрос и выяснил, что сегодня только 29% наших соотечественников медитируют под зомбоящик. Больше всех в этой счастливой группе людей пенсионеров, да и их, впрочем, не так уж и много, 56% всего, а вот молодежь пропагандой почти не наслаждается. Это что ж получается? Дмитрий Константинович Киселев в холостую напрягается в 70 случаях из 100. Ну давайте я ему хоть рукой помашу, что ли, дабы не печалился. Начинаем! Хотя, с другой стороны, а чё там смотреть? Я тут на медний ужин готовил своим домашним, телевизор в кухне фоном вещал. Слушайте, я меньше готовил, дольше пультом по каналам щелкал. Это какой-то кошмар, что оттуда льется. Какие-то сериалы для полоумных показывают в жанре сопли и слюни. Ток-шоу для сумасшедших, в которых рассказывают о Киркурове и его детях. Или о том, как Вася переспал с Леной. Помимо ее воли у них родился кусок асфальта в итоге. Но в конце концов, все равно во всем виноваты хохлы. Простите меня, украинцы, просто пытаюсь атмосферу передать. Еще телесуды примерно такого же содержания транслируют. И, конечно, про Копенко с его стопроцентной уверенностью. О заговоре марсиан против жителей деревни Кузяева, что на Вологодщине. Ребят, это обижает мой мозг. И они еще борются за почетное звание Дома Высокой Культуры Быта. А? Отдельная песня новостейщики. Эти я вообще не понимаю интересы, каких государств представляют. Во Франции что-то произошло, в США, в Японии. А вот на Ближнем Востоке я, конечно, переживаю. И за французов, и за японцев с американцами. Но почему я-то должен платить, что их СМИ не внимательно следят за их же событиями? Мышей, короче, не ловят, а наши коллег вынуждены страховать. Видимо, почему? Ладно, это реальная журналистика. Сегодня опять задаем риторические вопросы. Поехали. Впрочем, когда надо отпиарить какую-то карманную политическую или общественную структуру, пропагандисты все же вспоминают и о российских, и даже о внутрироссийских проблемах. Как, например, вот в этом сюжете, который я вам сейчас хочу показать. Ну, хоть так и ту вперед. Внимание на экран. Микрозаймы в этом киоске выдавали еще накануне. Сейчас сотрудников и след простыл. Закрыли двери, даже не выключив освещение. Пенсионерка Екатерина Федорова пришла разбираться, как остаток ее долга в тысячу рублей вдруг превратился почти в сто тысяч. Деньги взаймы она взяла еще три года назад. Сложная была необходимость. Я рассчиталась займом. И осталось там тысяча. И они стали щелкать мне проценты. Об огромной сумме долга Екатерина Сергеевна узнала только в суде. Причем иск подала не микрофинансовая организация, а некий житель Ижевска, инвалид первой группы. Оказалось, что контора по выдаче займов продала ему долг женщины. Удивительно, что я у Морозова ничего не брала. Теперь Морозову должна. И в пределах 98 тысяч. За помощью Екатерина Федорова обратилась к юристам Общероссийского народного фронта. Дальше можно не смотреть Общероссийский народный фронт форево, потому что и начинается песня о нужности и полезности этой организации. Но, повторюсь, хоть так наши центральные СМИ о проблемах россиян рассказывают. Уже спасибо. А вот теперь выскажу свое мнение. Я почему-то считаю, что говорить в данном случае правильнее было бы не о следствии, мол, кинули бабулю какие-то жулики, а попытаться разобраться в причинах или хотя бы сделать вид. Почему кинули? Кто кинул? Откуда у нас вообще столько этих мошенников появилось? Я имею в виду конторы по выдаче микрозаймов. Ведь на каждом углу они уже и занимаются эти люди жульничеством. Давайте называть вещи своими именами. Но самое омерзительное – это ведь не чья-то самодеятельность. Не просто так работают данные господа. Им ведь кто-то дает разрешение на такой вид деятельности. Идите, обманывайте, народ грабьте, так что ли? Поможем деньгами. Деньги за 15 минут, быстрые займы. Рекламные объявления, уличный мусор. Ими увешан весь город. И все как один предлагают нам легкие деньги. Их готовы отдать без документов, поручителей, практически поверив на слово. Почти задаром. Под 1-2%. Внимание! День. А это уже 730% годовых. Но в офисах микрозаймов вообще не стесняются таких грабительских ставок. У нас при первоначальном обращении доступны суммы от 3 до 5 тысяч рублей на срок от 7 до 16 дней. По 2% в день. 100 рублей в день. 100 рублей в день. А в общей сложности это сколько? 16 дней в 1600. Микрозаймы выдают небольшими суммами. От недели до месяца. Якобы перебиться до зарплаты. Но благотворительные цели микрофирм вскрываются, как только заемщик просрочил день возврата. Выражаясь простым языком, его ставят на счетчик. Сумма долго начинает расти в геометрической прогрессии. Стесняюсь спросить, а это только журналисты понимают, преимущественно региональные. А власти вообще не врубаются, да? Хотя чему я удивляюсь и тем не менее позволю себе маленькую ремарку. Вот в последние годы я очень часто слышу от своих коллег из центральных СМИ модное нынче клише лихие 90-е. И мне в такие моменты всегда хочется высказаться, как человеку, который те 90-е застал, пусть и немного, а что в них было лихого? В 90-е, если я, например, шел к бандиту и брал в долг 100 рублей, скажем, под 20%, то это и означало только одно, что по истечению срока договора я отдам этому бандиту за 120 рублей, ни копейкой больше. Сегодня же, в наше нелихое время, я иду к честному расставщику, предпринимателю или даже в банк с тем же самым, только отдаю в итоге уже не 120 рублей, а 150. И еще столько же остаюсь должен. Поправьте меня, если это не так. Итак, вопрос, когда наше общество было честнее и какие времена на самом-то деле за звание, название лихих 90-х претендует, продолжаем. Ну и давайте теперь от журналистов настоящих, официальных, то есть к журналистам народным перейдем, а попросту блогерам, которые тоже мне часто что-то присылают и которые, на мой взгляд, являются гораздо более настоящими и более профессиональными журналистами, нежели те лощеные хлыщи, которые зарплату за ваш счет получают нехилую, к слову, но ничего полезного за эту зарплату не делают. Итак, Липецкая область, село Озерки, Теребунский район. Здесь живет многодетная мать, действительно многодетная, пятеро детей у нее. Да, беженка с Донбасса, но тем не менее она уже три года как россиянка. Сами у России, или так сказать. А два года назад у женщины сгорел дом, ну а дальше все как в России. Мамаша та оказалась нафиг никому не нужна и мыкается сейчас, где придется помощи ни от кого никакой. Чинушем на нее чихать. Короче, довели бабу, что она уже видеообращение записала с угрозами, где сообщает, что готова покончить жизнь самоубийством. Почему у меня такие мысли возникают? Потому что, может, тогда начнет администрация действовать, я не знаю просто. Мне уже все от отчаяния это и говорю эти слова. Ребенок, мой маленький, плачет постоянно. Я вас очень прошу, умоляю, помогите, разберитесь. У меня нет никаких ни сил, ни слов. Зато на прошлой неделе мы помним, да, как пропагандисты в едином патриотическом порыве хвастались перед всеми нами, государство о материнстве и детстве начнет заботиться. Когда-то там, с января 18-го года, вот вам, пожалуйста, и материнство, и детство в одном лице. И эти люди правда нуждаются в помощи. Вы о них хотя бы позаботились бы, а? Ну и чтобы не на грустной ноте, в Воронеж давайте заглянем и полюбуемся на одну из городских улиц, вернее дорог. Хотя нет, скорее направлений, но есть у этого направления и адрес юридический, улица 9 января. Оно называется, напоминаю, это Воронеж, или, как сказал герой Андрея Миронова в фильме «Соломенная шляпка». Это не деревня, господа, это город, но внимание. Поднимаем и переносим. А знаете, что еще забавнее? Воронеж входит в десятку самых заасфальтированных городов России. Блин, что ж тогда в других городах творится? Ну, в тех, которые в эту десятку не входят. Зато дорожный налог и топливный сбор опять повышать планируют. Ладно. Это была реальная журналистика, и сегодня вот так. На моей страничке в ютубе, ссылка на нее прямо надо мной, и таких вот замечательных историй еще пруд пруди. Заглядывайте и возгордитесь нашим величием на канал подписаться, не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там интересного не меньше. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте, поднимем и обсудим. Я же за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока. Когда накулишься, попьешь еще что-то, в***, вообще так нравится.